Зам. начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир чеченского спецназа Аптиа Лаудинов, который выдает в российском инфорпространстве огромное количество кринжей и позора, заявил об очередной победе россиян. По его словам, бойцы отряда Ахмат якобы уничтожили большое количество пехоты ВСУ в Курской области. Это далеко не первое заявление о победе и командира чеченского спецназа. Недавно он сообщил о своей победе в войне против Украины. Мы уже выиграли. Дальше наша задача с вами сделать всё для того, чтобы мы были одной семьёй готовы к будущим вызовам. А ранее в интервью китайским СМИ он заявил, что так называемое СВО, как и бои в Курской области, закончатся через 2-3 месяца. Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью всё завершится. И причём завершится не только на Курском направлении, а полностью всё СВО. Примечательно, что Алаудинову катастрофически не везёт под Курском. В августе, после волны насмешек из-за бегства Ахмат от ВСУ в Курской области, ему долго пришлось доказывать, что кадыровцы не бегут с поля боя, а мужественно сражаются в Суджанском районе. Нет, это неправда. Потому что чеченских войск здесь почти не было. Здесь было очень мало чеченских подразделений и очень много пленных. Пять пленных получилось у них, что они взяли. Последнее зашкварное заявление командира спецназа Ахмата Птиялаудинова касается пленных кадыровцев. Он подчеркнул, что Украина может оставить себе пленных. Поскольку те не заслуживают жизни, он призвал не пытаться искать с ним контакты относительно пленных чеченцев. Чеченцы испокон веков считали для себя самым большим позором сдачу в плен. Для чеченца это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью. По словам журналиста Майкла Наки, Алаудинов стал новым Коношенковым. Во время боев под Курском Россия продолжает терять территории, а он каждый день рассказывает, как уничтожают украинцев и как все под контролем. Субтитры создавал DimaTorzok